А теперь о главном Арсен Мрткума Так, ну вот это Ну, в общем, Арсен, извините, трудно Даже понять трудно, где кончаются фамилии Арсен, здравствуйте, Валерий Костинович Сейчас самое, ради чего я много времени готовился Вот, поверьте, это не шуточные вопросы Только что просмотрел еще один ваш видеоурок Там, где вы рассказываете про выросшие после обрезки из клеток дерева Молодые неполноценные ветки Я их назвал неполноценными Видимо, расшифровал Сразу пришла ассоциация с моим вопросом Про прививки волчками Выходит волчок тоже неполноценная ветка Вроде растут быстро волчки и не погибают Вот Давайте так Это будет серьезнейший ответ О, какой будет серьезнейший ответ Вот Сейчас поймете Мы будем рассматривать волчки Вначале, что такое волчок Несколько видов волчков По крайней мере, то, что называют волчками Хотя происхождение разное Так И второй вопрос Можно ли на него привить? Полноценный ли он? Как? Подвой Знаете, вот дерево, вот так торчат волчки Привать или А я их взял неполноценными назвал И третий вопрос Можно ли этот волчок срезать И использовать как Привой То есть веточку, которую привьем Уже не важно где там На другом месте Вот это все будем разбирать Ой А это что? А ну-ка, ну-ка Нажмем Сейчас, сейчас, сейчас Я забыл Я забыл, я забыл Мне нельзя такие вещи делать А, у меня это, 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 это Все, все Сейчас остановил я Вот что тут написано Интенсивные осады Груши Обрезка Нидерландов Вы знаете Не могу открыть На чем показывать И начнет расходиться Изображение Раньше, звук позже И все, мы испортим вебинар Но Нидерланды режут безбожно Я единственное, что Может, в другой раз С экрана сниму Чтобы не открывать Не портить вебинар И покажу вам Режут страшно Безбожно Но Интенсивные осады Они на то интенсивные У них короткий век Вот И Вот эти вот Оправдываются Кроме всего прочего Тем Что Извините Голландия зимой Играет На это На зеленых газонах Футбол Я рассказывал про зимний чемпионат Ладно Вернемся обратно Где мы были Итак Значит Вот это вот Волшки растут Не погибают Вот это вот его подпись Арсен А вот Вот как его правильно Арсен Спартакович Если забуду Значит просто Арсен Извините Первая моя фотография Кто мне ее прислал Мне ее прислал Кто-то из вас Причем Кто же Кто же Кто же Ой ну-ка Нет подписи Нету Ой я Благодарен безмерно И надо же так Готовлю Мучаюсь Подбираю Все Стараюсь 99% Фотографии Всегда мои Вот А как не надо Я могу и взять в интернете А как надо мои И вот Как умирает поселетняя обрезка Так и была подписана фотография Кого-то из вас друзья Вот Благодарен тому Кто Смотрите Летняя обрезка Обратите внимание Что Наверное Случилось Следующее Наверное Уже Была зима Ну и вот он результат Вот это вот Побег мертвый Чуть ниже Живый Назвать их Да волшки Но назвать их полноценными Невозможно Хотя это даже не те волшки А это Так сказать Восстановление Вот здесь мертвые А вот тут ниже Это Те самые Клетки Чуть ниже Я подробнее объясню В чем разница Производство из почек Законных почек Производство из спящих почек Волшков И производство волшков Из клеток Самая загадочная в мире вещь Смотрим дальше Вот это мой сад Недавно Пять дней назад Мы с Тимошей Нарезали черенки Вот И вдруг Тимоша Когда мы Мы резали Однолетние приросты Естественно А он увидел Что в прошлогоднем Ему показалось Что они Ну как Посветлее Да они же вроде Не замазаны А это уже Ну нуждается В обновлении А эти самые И он давай Замазывать по своему саду Заработал лишнюю сотню рублей А я благодаря ему Сделал симок Который пригодился Итак Годом раньше Я отрезал ветки На прививку Отрезал не полностью Я не дурак Именно вот этот способ Позволяет продаваться Саду жить еще много-много лет Если бы Это были бы раны На штампе А Исакова Ольга Медведева Наталья Раны Попробовали бы В Сибири вырастить Вот эту самую Как ее называть Чуть не скололась И вот Прошел Год После обрезки Пошли волчки Вот один Второй Третий Четвертый Пятый Шестой И Вторично Они будут использованы Для Прививок Так Но Здесь Я подчеркиваю То Что вот такая Обрезка Способна Кормить И не уничтожать Дерево до конца Пока Это еще не прямой ответ Смотрим дальше А вот Я Всегда поражался Ну вы видите Да По мнению Ольги Исаковой Все это должно быть Уничтожено А они Всегда Усят людей Уничтожать Я потом Ниже покажу Уничтожать Осенью Когда нет Очень часто Осенью Вот у меня уже Знаете Целый Я это называю Геноцид Перед зимой Взять и Понаделать Ран на дерево Который не держит Мороз Просто рано А Они не знают Что Или В этот момент Им Вот этот короткий ум Им в голову не приходит Что Летом На этой ветке Будут плоды Они заранее Объяснили Миллионам людей Что плодов Никогда не будет А у меня Таких Сотни этих Фотографий Может две Может три Что во-первых Не право Во-вторых Я бы сейчас Вот Как бы Помните Мой любимый Спецназ Наручники Привезли К Железову В середине лета Дали Секатор Сказали Отпустим Только возьмите Отрежьте эту ветку Вот отрежьте И все И вы свободны Поднимется рука А что ж вы зимой Отрезаете И другие хочутся Вот это фотография Для этого Я им говорю Отрезайте летом Санит видно Что вы не садоводы Вам в голову Не приходит Что на этих ветках Или будут плоды Или эти Листья Даже если не будет плодов Кормят все дерево Когда-то Это станет Одним из важнейших Постулатов Когда-то появится Не просто Допустим Первый курс Агроуниверситета Да Вот Любого агровуза Агроинститута Агроакадемии Типа Тиберезской И там будет Новая дисциплина Важнейшая Потому что Отголоски Вот этой дури Которая Считает Что есть лишние ветки Да Вот Причем есть лидеры Для этой дури Тиберезской академии Я ниже еще покажу Ахните И вот получается Что История Садоводства Должна стать Специальной дисциплиной А вот было Вот так Потом покажу Эти схемы Дебильные А вот это Вот на самом деле И будут говорить Ну вот в то время Тоже были И доктора И кандидаты Но им голову Не приходило Что Лист вырабатывает Фотосинтез Почему Они же резали Зимой Какой фотосинтез Спящие Голые почки Какой фотосинтез Нету Вот Отрезали И все в порядке Как будто и не было А то что Дерево болеет Тут же А потом Эти Центеры Эти Самые И это химикаты Только благодаря вам Корни Дерево больно Корни Нет Нечем кормить Пойдем дальше Вот еще один пример Я просто взял Вот такие примеры Что Дерево-то Представить Такое впечатление Садов никогда У вас не было Это так Пойдем дальше Вот это вот Венгерка Называется У нее Грация Вот В чем Почему ее назвали Грация Я не знаю Я знаю одно Все венгерки Как игруши Лезут вверх Вертикально Вот Им Вертикальный Скелет Вертикальные Ветки И вот эта сама Форма кроны Стремится Вертикальности Вызывает Дикую злобу А иначе Зачем Калечить дерево Караул Вы представляете Что Если я Внимательно Посмотрите Тут есть Вот Отрезал на прививку Вот видите Вот вот Но это на прививку И не полностью А здесь Должны быть Вот смотрите Сплошные раны Вот вот Даже укрупню Вот здесь вот Вот это надо было Вот обязательно Уничтожить Почему Караул Вертикальный побег А вот А он действительно Он появился Уже деревом Много лет И здесь Почки нет Это нормальная Полносящая ветка Ее можно При желании Да Что я и делаю Видите Вот они Торцы Вот Ее можно брать На прививку Хоть она и вертикальная Ее можно делать Допустим Вот этот основной штаб Ну когда-то мы погибли Да мало ли В Сибирь Хотя он не собирается погибать Но Откуда у нее взяли С нижние Вот эти вот Снизу Да потому что Я с нее срезал За эти годы Не меньше 50-80 черенков Они выше Вы не видите И тогда После каждой обрезки Он выбрасывает снизу Почему Я калечу вверх Растет снизу Дерево Оно же не знает Что это я калечу А может знает А в любом случае Калечит его Природа Ураганы Ломается ветки От ветра Вот Они кстати Вот этим вертикальностью Спасаются от поломок Понимаете И плодоносят И плодоносят И плодоносят Приходит время И оказывается Она вполне Плодоносящая На 2-3 год Они плодоносят И Вот эта величайшая глупость Что Вот эти Отвечаю Арсену Вот Есть естественная причина Она заложена У всех плодовых деревьев У всех В геноме Ну назовем Геноме Почему Всегда Когда Дерево Погибает А это как правило Обламывается Чем выше Тем Ну как бы назвать Условия жестче Чем выше дерево Меньше Поступает соков Более хрупкое Снег Мокрый снег Там Ураган Ломает Дерево Начинает Процесс Омоложение И вот Она естественная причина Это один из моих постулатов Дерево Стареет Или Надо было добавить слово Калечится От верхушки А омоложение Идет снизу И называть это Что дерево Дурное Тупое Ничего не соображает И надо срочно Вот тут вот Ран понадел А Ольга Исакова Тимирязицы А потом Я за голову схватился Сколько Оказывают Тимирязицы В этом Учит Одному и тому же У вас что Специальный курс был Урок По уничтожению деревьев Или вы считаете Что Это Вы его более плодовитым Делаете Отрезая волшки Вот это вот Называется Корневой Отводок Или По другому Его еще Называют Даже Ну как Сейчас Сейчас Это Ой Ой Самое Распространенное название Ой Старе Ой Старе В общем Вы видите перед собой Часть дерева Дерево довольно Молодого Здесь Это Один из моих Уникальных Этих С плодами До 100 грамм Королевская Так Елена Александровна Узнаете Вот Так вот Это дерево Из-за того Что Там уже Верхушки Начинает Чуть-чуть Преждевременно Стареть Кореться Сильно много Отрезать Сильно много Оно взяла И выбросило Побег отсюда Является оно Волчком А Бывает еще Порослый Порослый называют Вот Вот именно так Когда она Фактически Смыкается Или чуть ниже земли Там почка Находится Или на уровне земли Как правило Его еще называют Порослью Так Вот Оно как бы Невые возможности Растить выше Я не даю С нее срезано Ни одна сотня Вам отсюда не видно Но не это Срезано Ни одна сотня Веток на прививку Каждый год реже В этом году И тогда Оно начинает Куститься И выбрасывает Вполне Как это Это же В данном случае Ниже прививки Но даже Если бы это Была не прививка Вот видите Королевская Начинается Вот отсюда Ну примерно На уровне Я потом Лучше покажу На уровне Снега Так Вот Оно начинает Как бы Куститься Принимать Кустовидную форму Можем ли мы Отвечая все На ваш вопрос Это не волчок Его Сдуру Принимает Волчок И если бы Вы попали В сад Или вам бы Пригласили Вот из тех специалистов Вот как Например Он хотел Халилова Это Самое Рафаэль Консультировался Он бы сказал Срочно Но я не говорю Что он Но принято так Даже зря Халилова вспомнил А вдруг он Чему-то научился За эти годы Он засидел За мной Взялся Взялся Воспитывать Что у меня Не морозостойкие Саженцы И вот здесь Получается Нормальный Например Это дерево Собирается погибать Мы это Не собираемся Ну допустим Оно выбрасывает Запастой вариант Прививайте Хоть тут Несколько Прививок Скелетных Или у земли Но лучше бы Годом раньше Когда Штамбов Мечен То есть Это не волчок Мы сейчас Только Это самое Проходить будем Итак Железом Черезной постулат Переход Кустовидную Форму Вторая Молодость Штамбовых Деревьев Это их Запасной Вариант Попало Неподходячие Условия Будет жить Но уже Кустом Понимаете Кустом Вот здесь Привитая Груша Ой какая Груша Если бы Зали какая Груша Вот Вы где-нибудь Это Турпоездки По югам Так Пробовали Может Но не лучше И вот здесь Получается Как Прививка Дала Две Почки То есть И так Обе почки Почли рост Одна Мощная Видели Оно Сделалось Стало Штамбом Вторая Почка Оказалась Это Классическая Плодовая Ее Предусмотрение Плодоносит Вот Этого Тоже Не знает Очень Многие Почему Потому что Когда берут Например Почкой А так Делают все Питомники Все Редино Они Разорятся Если будут Такие ветки С ветки Два-три Брать Фрагменты А с этой ветки Могут Взять 20-30 Почек И берут А почка Почки Розень А потом Люди Покупают У них Саженцы Особенно У них Ночью Будет Вспомнят Эти Самые Клоклоновые Подвое А потом Привая Сколько Этих Писем Я Посадил Ему Было Метр Естественно Никакой Обрезки Не делал При посадке Проходит Готов Метр Два Метр Три Метр Пять Метр Метр А вот Эта Вот Почка Она Есть На ветке Почка Почка Ростовая Покороче Еще Короче Та Которая Будет Плодносить Прямо На этом На штамбе Потом Снова Ростовая Потом Короче Короче И вот Результат А вы Теперь Знаете Но Будем Знать Почка Даже Законного Дерева Она Законная Ее Можно Привить Но Если Вдруг Погибнет Основная Да Можно Привить Получится Такая Полукарлик Можно Ветку Взять На Прививку Да Сам Бог Велел С ней Ветку Взять На Прививку Она Культурная И даже Среди Этих Почек Будут Ростовые Вот И вот Это Рассмотрели А вот Это Еще Важнее Итак Вы видите Тридцилетнее Мое Дерево Ну Похвастаться Нечем Избито Насмерть Но Нижние Ветки Не Все-таки Старость И старость И вот Получается Смотрите Страшная Морзобойна И ветка Спасаясь Выбрасывает Отличный Вот такой Вот Вот Тон Волчок А я вам Скажу Что это Не волчок Это Плодовая Ветка Которая Выше Вот так Растраивается И Если Сейчас Не плодоносит То Настоящий Год Заплодоносит А Погадайте Вам Настоящий Волчок Внимание Вот Рассет Наконец-то Вы поняли Вот Этот Волчок Это И есть Уже Второй Сорт Вот Обратите Внимание Опять Зима Опять Страшные Морозы Вот Фотография Сделана Ну Конечно Морозов еще Не было В этом году Вообще В этом году Самая теплая Зима За сто лет Мне даже Стыдно Уже Этот Снег Растаял Скажешь Ужель Заворай А Годом Раньше Вот Эта Морозобойна Видите Страшная Приводит То есть Уже Дерево Собирается Нет Не погибать Но Она Дает Ветку Но Уже Откуда Ветка Из Клетки Это мы Про клетки Будем говорить Отдельно Это чудо Из чудес Это противоречие Отменяет все Законы Мендель Отменяет все Законы Чарльза Дарвина Вот Почему Потому что Она Эта ветка Из клетки Той Той Самой Казалось бы Клеткой Которой Можно только Делиться Делиться На подобные Нет В этой Клетке Есть Подобие Дерево И даже Было бы Было бы Нужно Она бы И корни Дала Но в данном Случа Получилось Что Это И есть Настоящий Наконец-то Волчок Годится На прививку Поверьте Мне Заранее Я же не хочу Показывать Фотографии Я вам надоем Сегодня Нам еще Цел час Говорит Вот Нет Можно ли То есть На прививку Я имею ввиду В качестве Привоя Можно ли На нее Привать Ну Почему Нельзя Надо же Еще Дерево Пока живо Во-первых Нежелательно Потому что Дерево Вот это Умрет Скелетная ветка Вот это И замена Растет Но Если чешутся Руки Привайте Но Еще раз Говорю Это Второй Сорт Почему Я вам Еще Буду Показывать Показываю